Это не будет единым праздником всех юристов. Можете сходить за документацией, мне необходимо тщательно обдумать данный вопрос. Я бы хотел это сделать в одиночестве. Так, по версии команды «Провокации» начались размышления президента России над судьбой празднования Дня юриста. Официально его отмечают 3 декабря с 2008 года. В преддверии праздника юридические факультеты в ГУ уже второй год проводят конкурс. Его задача – дать возможность студентам реализовать весь свой творческий и интеллектуальный потенциал. У нас факультет достаточно большой, значимый для города. И праздник такой тоже российский, государственный. На факультете ничего не организовывалось. В том году пришла такая идея, деканату я предложила, мне одобрили, согласились. И вот второй год у нас такой факультетский праздник. Сегодня заключительный творческий этап конкурса. На нем студенты, как и полагается, хвалят родной Урфак, шутят и поют песни. Все по классике жанра, но в целом весело. А вот в предыдущие три этапа расслабиться участникам не удалось. Первые три этапа заключались в решении тестов, написании эссе на достаточно актуальные на сегодняшний день темы, касающиеся юридических проблем по различным направлениям. И третий этап в этом году к нам присоединился наш партнер, это компания «Консультант Плюс», которая предоставила возможность нашим студентам решать задачи на базе компании «Консультант Плюс». Будущие юристы признаются, что для них выйти на сцену и поработать с залом не менее важно, чем решить логическую задачу или выучить новый закон. По нашей специальности главное это что? Это аудитория, то есть работа с аудиторией. А творческий конкурс помогает как-то реализовать себя в этом плане и наработать какие-то новые для себя навыки. Несмотря на излишнюю популярность профессии юриста, студенты убеждены, что образование в нашем государственном университете, но и урфаке хорошее. И каждый выпускник, если разумеется захочет, имеет все шансы реализовать себя в будущем. Много людей, которые заканчивают юридическую факультет и получают диплом «Корочки». Я учусь за знаниями и считаю, что если я закончу юридический факультет Ивановского старшего университета, это даст определенный толчок к дальнейшему моему трудоустройству. Считаю, особых проблем не будет. А где ты хочешь быть? Я хочу быть судьей. По итогам творческого конкурса первое место заняла команда «Непреодолимая сила». В своем рассказе о том, где и как во всем мире празднуют День юриста, ребята пришли к выводу, что в Иванове его отмечают лучше всех. Второе место досталось команде «Алиби», пожалуй, самым ярким и остроумным студентам юрфака. Третье место разделили ребята из команды «Провокация». О судьбе Дня юристов у них на одной сцене спорили Ленин, Александр II и Владимир Владимирович. В интеллектуальной номинации первой оказалась Амина Зарипова, студентка пятого курса кафедры гражданского права и процесса. Ее знания в справочной системе «Консультант» признаны лучшими. За них Амине и вручили сертификат на 10 тысяч рублей. Также сертификат на 3 тысячи рублей получила команда «Победитель» от Комитета по делам молодежи. Без внимания не остался студент первого курса Владислав Моторин. Его по итогам областного студенческого конкурса признали самым талантливым первокурсником года. Инна Сардейская, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.